Девушки отдыхают Лицо Зеленского А вы его тогда, ведь Сват это тоже делали Он как продюсер участвовал в этом проекте Делал его компанию Вы его каким помните тогдашним? Мне хочется сказать Володя, ну Неужели ты так меня ненавидел Что ты хочешь убить моих детей И брат мой двоюродный Саша, с которым мы сейчас не общаемся Который вот я сейчас называю, что он одурманен Он считает, что одурманен и я Что получается, что мы злые для всех, понимаешь? Как же так? Что оказывается, мы вообще И уже не мы освобождали, а мы оккупанты, получается? Настанет время И с братом, и со всей вашей родней украинской Вы снова будете вместе и обниметесь И в Киев мы приедем еще не раз А еще Прям вот вижу это Что Чехова в Киев Скоро завезут Нам не только Луганская и Донецкая нужны Нам нужно освободить всю Юго-Восток Юго-Восток Украины Всю Украину Ведь Крым это начало Воссоединения русского народа Надо стратегические решения Принимать Стратегические И в Крыму у нас В Крыму В Крыму получилось Мы не должны по кусочку это брать и на сто лет растягивать А видимо это должно произойти ближайшие десять лет Когда русский народ Воссоединится Русский человек всегда готов умереть За высшую цель Не за Макдоналдс Не за Кентакки Фрай Чикен За высшую правду Ой мороз, мороз А зима будет холодной Мы величайшая страна Мы величайшая страна Потому что у нас есть величайшее предназначение Мы воюем на стороне добра Харьков будет уничтожен Просто стереть лица земли Киев будет уничтожен Мы воюем на стороне добра Это преступно Бомбить мирные города Слова Стереть лица земли Харьков и Киев Они не должны быть сказаны Никогда не было в истории воин чтобы бомбежка мирного города, гражданского населения привела к каким-то результатам на поле боя. Даже произносить такие вещи нельзя. Стереть город с лица земли – это непотребно. Нельзя этого произносить. По сути, против России развязана настоящая агрессия. И нам все равно, сколько уничтожать стран. 28 или 32. Они должны это понимать четко. У нас всего хватает. На 32 хватит вот так. Мы воюем на стороне добра. Да, дело в том, что когда начиналась специальная военная операция, как выясняется, подготовка была разная. Мы туда заходили с определенными установками, считая, что в той же самой украинской армии есть нормальные люди, а есть нацисты, которые там присутствуют, но в неком ограниченном количестве. Специальная военная операция показала, что там нацисты все. Все, кто держит в руках автомат. К ужасу, к сожалению, и общему нашему молчаливому изумлению, значительная часть Украины, украинского народа, безусловно, не все, я надеюсь, что даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма. Или мы проигрываем на Украине, мы, значит, Россия, и все вот это вот сдаем, или начинается третья мировая. Киев, как таковой, мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на это. Сегодня мы имеем абсолютно другую действительность. Нам пора четко это понять. У нас нет другого варианта, как объявить войну Украине. Нам надо поставить четкие задачи. Нам надо просто освободить всю эту территорию. Так, стоп, заново, еще раз. Из Сирии, один из самых известных военных журналистов в нашей стране, Евгений Поддогнин. Если рассматривать сами действия, то, конечно, масштаб. С 45-го года мир не знал такого масштаба. Для меня это еще и масштаб лжи и обмана, в котором живет весь мир последние десятилетия. Сейчас сатрон вообще такой нерф оголенный. Мы по-другому победим. Знаешь, я хочу тебе подарить маленький, красивый из дерева. Это то, что он в том числе и мне помогает бороться с чем-то во мне. Маленький, удобный, чтобы ты мог его с собой взять, когда сейчас после отпуска небольшого вернешься туда, ну и где-нибудь за бронежилетом вот так вот. У сердца здесь Божья Матерь и Серафим Саровский. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Мы сражаемся, начиная с начала марта, ни с каким не с Киевом, а сражаемся с Западом. Кто проиграет, тот и будет виноват. Тот и будет агрессором, тот и будет платить. Ну, прямо скажем так. Тот, кто одержит победу, с того взятки глаз. Зависит, как говорится, от итога войны. Если по каким-то причинам, не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Дело покатилось непредсказуемым ходом. Надеюсь, все вернемся живы-здоровы. Ну, и главное, с победой. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Безотносительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно. Виноватыми будем все, поэтому и исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит. Фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Смотрите, Россия не хотела воевать, Россия хотела провести операцию. Военную операцию. Это проводят очень многие страны, там контртеррористические, антитеррористические, всевозможные военные операции и так далее. Например, когда Америка проводит операцию, это не называют войной, это называют операцией и так далее. Воевать нельзя, он запрещает воевать, то не воюет, проводят операции. Теперь, они были уверены, что вот как у нас был на юге потерян изначально Херсон, сегодня, слава богу, уже возвращен, освобожден, но фактически там какие-то небольшие отряды украинской армии были разбиты, ТРО тоже небольшие отряды были разбиты, город был занят. Задумка была, что насколько быстро войска, их войска, включая их Росгвардию, заходят в Киев, сопротивления особого не будет. Один из верных шагов, который приняла украинская власть, я считаю, что это действительно, сегодня ретроспективно, если смотреть, это раздача в первый день войны оружия всем. Да, у этого были свои сдержки, конечно же, там и преступные группировки получили оружие и так далее, и были случаи friendly fire, огонь по своим, так как люди неподготовлены и так далее, но в массе своей город оказался вооружен, и город смог дать отпор. Теперь, для того, чтобы провести действительно операцию в масштабах такой большой страны, как Украина, Украина большая страна, 140 тысяч или даже 180-190 тысяч, вот цифр, которые называли, этого недостаточно. Если вы действительно воюете, но опять же, я повторюсь, они не планировали воевать, потому что они не планировали и не рассчитывали, чтобы будет действительно сопротивление со стороны украинской армии. Я сейчас, кстати, выношу за скобки вооруженный народ, ТРО, добровольцы, сотни тысяч добровольцев, которые пошли в первые дни вторжения, конкретно регулярные части ВСУ, они рассчитывали, что они не будут воевать. Даже вспомним обращение Путина, когда он сказал, что в Киеве сидят нацисты-наркоманы, и обратился к вооруженным силам Украины, это такое нетипичное для него, он такие заявления не делает, и сказал, берите власть в свои руки, мы будем с вами договариваться. То есть, как бы подразумевая, организуйте там военную хунту, и мы с вами договоримся, вот, и так далее. То есть, видимо, даже сам Путин считал, что вооруженные силы Украины, они, ну, странно, пророссийские в той или иной степени, вот. Поэтому расчет был, да, провести спецоперацию против непокорной, как они считают, субъекта бывшей части Российской империи, а не именно войну полномасштабную. Конечно же, для войны такого количества людей недостаточно. Обсудим ход проведения специальной военной операции на Украине. Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Но ведь наверняка Путин, когда делал это заявление, он ссылался на вот те отчеты, доклады, которые к нему приносили его опричники. Его там разведка, контрразведка, внешняя разведка. И тогда они что, просто боялись ему донести правдивую информацию или же вот такие провалы для внешней разведки Российской Федерации. Это больше правило, чем исключение. Смотрите, как работает западное общество, западные демократии, либеральные и так далее. То есть у нас есть гражданское общество, которое уравновешивает власть. Плюс власть постоянно меняется. Вы не можете создать постоянно одни и те же источники власти, которые находятся в своих недосягаемых башнях и оторваны абсолютно от того, что происходит под этими башнями внизу. То есть постоянно есть гражданское общество, которое давит на власти, если те или иные им аспекты жизнеустройства, уклада общего не нравятся. Плюс сменяемость. Любой правитель понимает, что если он будет много грабить, его через 4 года сменят, и все увидят, поймут, потому что кабинет министров поменяется, команда поменяется, и все поймут, что он грабил и так далее. И дальше будут там издержки всевозможные. Когда вы выстраиваете систему авторитарную, то, естественно, нет никакого фидбэка, нет никакой обратной связи. Когда у вас система, где нет сменяемости власти, вы находитесь в придуманном обществе. Вы находитесь в обществе, в котором вы сейчас фантазировали. Есть глубинный народ, и он всем доволен. Есть Украина, где там какие-то есть нацисты-наркоманы, а в целом там все братья меньшие, в кавычках, или какие-то неправильные русские. Или, например, есть злой анат, который строит козны. Или там этот золотой миллион и так далее, или как-то миллиард. Путин озвучивал. Это же как бы бреднее, казалось бы, из бульварных газет, но это на полном серьезе озвучивалось там. То есть они за 20 лет диктатуры выстроили в Кребле какой-то вот мир, который им казался правильным, верным. В этом мире, конечно же, не было Украины как субъекта, тем более с своей армией, своим народом, со своим видением, с желанием самоопределения и жизни и так далее. То есть они вообще не рассматривают такого варианта. Вспоминается русская пословица. Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, вот это самое и происходит. Какой вам показалась российская армия? Ведь они до этого пугали мир неразрушимой, великой российской армии. А какой она оказалась, по вашим наблюдениям, на самом деле? Безумно консервативна. Проблема российской армии центральная. Главное, потому что они воюют по правилам, методичкам. Прямо с высловом по методичкам, то есть методички, по которым обучаются курсанты, обучались до 24 февраля в их учебках, это советские методички с 80-х годов. Но советская армия, она рассчитывалась для совершенно иной войны. Это война, где отмобилизовалось бы огромное население Советского Союза. Предудительность силы отмобилизовывали бы его. Напомню, что там было не 140 миллионов, а чуточку больше. Отмобилизовано это население в огромные корпуса, дивизии и так далее. Должно было воевать в ядерной войне, где по врагу, враг рассматривался, блок НАТО. Наносятся тактические удары ядерным оружием. И вот в эти точки прорыва направляются колонны больших танков, механизированных дивизий и так далее. В такой войне, естественно, ядерные, так как НАТО будет отвечать тоже ядерными ударами, могут у вас сгорать целые дивизии, но у вас есть огромный потенциал человеческих ресурсов. Все доктрины и даже вооружение, если мы посмотрим на танки Т-52, которые они используют, эти старые, танки Т-72, основной боевой танк России, даже Т-90, который на основе Т-72 сделан, это все танки для этой массовой войны ядерной. Это не танки для современных умных войн, так это называются и так далее. Это касается боевых машин пехоты, вот этих БМП и так далее, и так далее. Все возможности в вооружении. И получилось так, что они вступили в ту войну, которую они готовили с десятилетиями еще в Советском Союзе. Ну, военные имеется в виду, Советского Союза давно нет, но армия осталась, по сути, поликалом и принципом советским. Но не в советском, так сказать, вот этом составе. То есть без ядерного оружия тактического, без огромных дивизий, ну, столько 100, там, 180-190 тысяч. Вот, они, скажем, полмиллиона или миллион солдат. Вот, и получилось так, что они не могут, они не способны вести войну адекватно против современной армии. То есть армии, которая пытается перестроиться и перестраивается вот в адекватные какие-то реалии 21 века, максимально уходя от советских доктрин, от советской всей этой школы и так далее. Да, у ВСУ есть много проблем, есть еще очень много советского наследия, которое как балласт тянет. Часто, если какие-то проблемы где-то мы видим в украинской армии, они как раз связаны с советским наследием, но украинская армия и командиры максимально креативные, их обучали и до 24 февраля. Были программы специальные целые, западные, военные инструктора. И сейчас тоже солдат отправляют учиться, и командиров на Запад, Евросоюз, НАТО в целом взяли на себя. Роль обучения. Обучение солдат и командиров, это не только как автомат держать, как автомат держать можно и в Украине научиться. То есть там учатся именно как раз не советским, не по советским лекалам, не принципам этой огромной массовой ядерной войны, а адекватным как раз веянием военным, военном искусстве, которое сегодня у нас есть. Получилось столкновение армии фактически западного толка современной с советской армией, но которое не воюет в советскую мощь, так как Советского Союза нет, нет того потенциала человеческого, нет той всей инфраструктурной базы, которая была создана в Советском Союзе для мобилизации такой большой войны и так далее. И поэтому они в каком-то смысле в ловушке оказались. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. На учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Субтитры создавал DimaTorzok